Привет! Погнали! У нас скоро Роша Шана, 26 числа. Роша Шана – это один из самых заряженных дней в еврейском календаре. Это Новый год. Но мы в Новый год не бухаем. Ну, можно немножко, как обычно можно. Но это не главная фишка, которая есть в Роша Шана. Мы трубим шафар, мы пытаемся пробудить в себе чувство тшувы. И главная идея в Роша Шана – это тшува, это перепрошивка себя или, лучше сказать, ресет. Нажать на кнопку «Ресет» на компьютере, вернуться к заводским настройкам, прочувствовать, где ядро моей личности, кем я могу по-настоящему быть, какие, может быть, ценности я растерял по дороге, вернуться к своему истинному, настоящему «я». И Роша Шана, он заряжен таким образом, его идея, его энергия, она в том, чтобы вернуться вот к этому самому своему внутреннему «я». И о чем мы сегодня будем говорить, это космическая схема жизни и Роша Шана. Это у нас «Рефрэшер». Значит, мы как бы обновим все эти идеи, их вспомним, эту презентацию. Мне кажется, в том году на Роша Шана я ее не давал, но когда-то до этого. Давно давал, я тут что-то обновил. Но, как обычно бывает, я когда открываю свои презентации, такой смотрю, вау, как интересно. То есть я сам не все помню. Вы, думаю, помните еще меньше из них. Поэтому, если кто-то забывает, что я говорил, я не очень обижаюсь, потому что я, в принципе, сам иногда забываю, что я говорил. Значит, Роша Шана – космическая схема жизни. Поехали. Часть первая. Что за схема жизни? Кто вообще на теме схемы жизни еще не попадал, что я не рассказывал? Привет, я не попадала, Юля. Не попадала, Регина не попадала. Может быть, Шуламид не попадала. Афиг не попадал. Сейчас увидим. Но именно в Роша Шана я ее разбирал так наиболее подробно. Значит, что за схема жизни? Есть такая вот космическая схема жизни. То есть, эта схема такая эмоциональная, в общем, по-разному можно посмотреть. Это схема, которая работает во всем, в принципе. В физических процессах, в эмоциональных процессах, в духовных процессах. И Тора говорит, что это самая глубочайшая такая духовная схема, по которой работает весь наш мир. Схема вот такая. В принципе, две главных переменных здесь. Это вдохновение и труд. Адам, привет. Значит, есть какое-то начало. Есть какой-то большой взрыв, момент рождения, момент начала. Чего бы то ни было, чего угодно. И идет сначала вспышка, энтузиазм, как все классно. И в интернете я, по-моему, сюда это сейчас не прикрепил. Но есть такие же схемы. Они выглядят примерно так же, когда ты начал проект. У тебя энтузиазм, эйфория, потом спад. Или как работает у трейдеров рынок. То есть тоже там спад, эйфория. И потом вот такое вот. То есть эти графики, они выглядят очень часто одинаково. Значит, есть сначала вот эта вспышка вдохновения или новое отношение. Вдохновение, которое тебе дается в, скажем, в залог, в долг. Или просто оно происходит. Ты ради него не работал. Потом оно спадает. Тебе становится, энтузиазм весь пропадает, и тебе становится грустненько. И ты думаешь, блин, зачем я начал этот стартап. Блин, что-то жена не очень. Блин, эудаизм что-то, видимо, совсем не то, что я от него ожидал. Блин, значит, вот я переехал в другое место. Думал, будет классно, но не так классно. И так далее. То есть любой переезд, любое новое начало и даже вся жизнь человека, мы сейчас увидим с вами на разных уровнях много примеров, все работает по этой схеме. Сначала идет вспышка, потом идет спад, и потом идет долгий-долгий процесс возвращения в ту же точку. Но уже через труд, где тебе сначала показали трейлер, тебе показали превью того, кем ты можешь быть, чего ты можешь достичь, что в тебе заложено. Тебе это просто подарили, сделали такой трейлер. И потом, имея память об этом прошлом и о том, кем ты можешь быть, что ты можешь достичь, что ты можешь получить, ты потом достигаешь это сам. Если бы тебе это превью не показали, то тогда ты бы никуда не захотел идти, потому что бы не знал, как классно может быть. Ну вот, то есть эта схема здесь все такое взаимозависимое. Нам показывают, что таким мы можем стать. И вот эта память, эта вспышка, которую мы где-то видели, где-то почувствовали о том, что может быть в личной жизни, я не знаю, в профессиональном плане, в плане заработка денег, чего угодно, мы потом это пытаемся достичь, потому что мы знаем, какие ощущения это может принести. И это идет потом через труд. Это идет не через то, что тебе... Просто у тебя это появилось, тебе это подарили. И по этой схеме Торы работает все. Абсолютно все. Пункт второй. Схема жизни в жизни человека. И сейчас мы идем по примерам. Физические отношения мужчины и женщины, то есть это процессы до рождения человека. Мужчина и женщина. Ну и как там эти процессы работают? Сначала идет вспышка, известно какая, эмоциональная. А потом идет долгий 9-месячный процесс вот этого развития плода. Значит, разные там... Хочу арбуз в шоколаде. Ну, в общем, начинаются сложности. Вот, с селедкой. Сложности не с селедкой, арбуз в шоколаде с селедкой. Значит, и так работает рождение человека, что сначала, то есть процессы даже на физическом уровне, как появляется человек еще до его рождения. Сначала вспышка, потом долгий процесс вынашивания, когда это то, что было создано, зачато в начале, оно реализуется в реальности потом, и рождается ребенок. Это примеры на жизни человека. Дальше еще про жизнь до рождения в духовном плане. В духовном плане сказано в Торе... Я не думаю, что на детях есть надпись «Dreams time». Вот, значит, в духовном плане написано, что ангел человека до рождения обучает всей Торе. И потом он хлопает ему по губам. Это как притча такая, что вот этот отпечаточек у нас тут, это как бы, что ангел вот так вот сделал по губам, и мы ее забываем. Странно ли это звучит? Ну, если изучить еще психологию параллельно... В принципе, не очень странно, может быть. Если изучить психологию параллельно, там это называется первозданная целостность. А, там продолжается Медраж, или в Талмуде это сказано, по-моему, что ребенок, он видит... Свеча горит над его головой, и он видит от начала мира до конца мира, и ангел обучает его всей Торе. Ребенок в утробе матери, в соответствии с психологическими исследованиями, они называют это первозданная целостность. То есть у него там внутри, в утробе, у него ощущение бесконечности, у него нет ощущения личности, у него нет сознания, эго и я, и поэтому мы не помним, потому что там как бы нету я. То есть это просто создание, которое ментально связано, у которого нет отдельной личности, и он просто связан со всем космосом. Вот, и то есть есть вот это первое впечатление, или ангел обучает всей Торе, а потом человек рождается и все это забывает, и потом вот по этому впечатлению, по этому потенциалу, который изначально ему показали и был в нем заложен еще до рождения, он его разворачивает. Потому что у всех нас есть какой-то потенциал, он заложен в наших генах, в наших духовных генах, и потом мы всю жизнь занимаемся, в принципе, только тем, что разворачиваем то, что было вот в этом первом зернышке. После рождения, например, папа и первый шаг. Как происходит этот процесс? Что ребенок сначала начинает ползать, все очень радуются, потом он начинает ходить, и его ведет папа. И ребенок очень рассчитывает на папу, он рад, когда папа помогает ему ходить. Но потом в какой-то момент вся же идея правильного, не токсичного родительства, она в том, чтобы дать силы жить самому. Я вот, например, сейчас знаю ряд кейсов, кейс, ладно, не буду вдаваться в подробности, но, в общем, когда родители делают все, чтобы прилепить детей к себе, чтобы быть спасателями, зависеть полностью от этой жизни, не отрезают пуповину, очень много лет, и, значит, это все... Сепарации не происходит, в общем. Но вся идея, в принципе, воспитания в том, чтобы научить его жить самому. И папа, чтобы он научился ходить сам, в данном конкретном случае, он его отпускает. В тот момент, когда папа отпускает, ребенку страшно, он теряет равновесие и падает. И он обижен на папу, скорее всего, в этот момент. И где папа, на которого я всегда рассчитывал? Или мама, не важно. Вот, и это тоже похоже на эту схему. То есть сначала есть вот это, ой, что-то получается, и меня ведет папа. То есть это как бы превью того, смотри, как ты можешь ходить сам, как ты можешь действовать, что ты можешь делать, что ты можешь добиться. Какой ты самостоятельный, какой ты молодец, хороший мальчик. А потом папа отпускает вот эти ходунки, и оказывается, что это все было тебе подарено, ты сам ходить не можешь. И потом он начинает вставай, падай, падай, вставай и так далее. И начинает учиться ходить сам. И это то, что мы делаем тоже всю нашу жизнь, в плане наших эмоциональных и духовных, и каких-то экспертных, или каких бы то ни было скиллов, возможностей. Развиваем свой потенциал, который нам когда-то, где-то, каким-то образом показали. Когда ребенок учится ходить, падает 50 раз, к нему почему-то не приходят мысли, а может это все не мое. Дальше. Следующий пример – это жизнь человека в целом. То есть детство и взросление. Тоже, в принципе, идет по этой схеме. Сейчас следующий график, я может сразу давайте покажу, где он. Вот он. Я его кидал нам в группу, правильно? Чуть-чуть отличается, но здесь вот если его достроить, то здесь будет вначале, что ты бессознательный, и ты вообще как бы еще не личность. То есть потом идет вот это детство такой полной эйфории, ну, каких-то магических представлений, и там родители как боги, вот это все у тебя такой, в общем, розовый, очень розовый мир. И потом идет спад, и здесь у нас было сколько лет, там самая низкая точка. Ну, здесь вот если по годам, то в среднем, не знаю, в какой-то стране, здесь 54 года, это нижняя точка. Вот, но в принципе схема та же самая. Дальше в старости человек, он может пойти либо обратно сильно наверх, либо пойти на дно. В Талмуде написано, что человек в возрасте, у него два варианта, он либо мудрец, либо обезьяна. Ну, обезьяна – это вот эти вот все, которые сидят на лавочках, цитируют, значит, эти ящик, и о, опять пошла в свои юбки, о, расходились. Вот, почему это обезьяна? Потому что обезьяна – это там объясняется, насколько я помню, так, что… Почему здесь привезен мудрец и обезьяна? Потому что обезьяна – это тот, кто лучше всего пародирует человека. Вот, то есть это как бы пародия на человека, поэтому можно на нее так посмотреть. И человек, если он не как раз вот этот потенциал свой не выводил, не вырабатывал, не прорабатывал, то он становится не индивидуальностью, личностью и раскрывший свой потенциал, а он становится пародией на других людей, просто социальной такой ячейкой, которая просто говорит чужие фразы, репостит чужие посты и живет шаблонами. Духовные отношения мужчины и женщины, влюбленность и любовь. Та же самая схема. Сначала происходит вспышка, бум, вау. В курсе про счастье вы тоже помните эти… Там был такой график про до момента свадьбы и после, два года до, два года после, два до идет вверх, потом идет вниз и все возвращается туда же, где было. Это вот этот первый, грубо говоря, треугольник. И потом люди могут уже опять же посредством проработки себя, проработки своих качеств, своей раздражительности, своего принятия и так далее, и так далее, и так далее. Они могут вот эту вспышку влюбленности, вспышку вот этой вот такой розово-очковой любви, розово-очковой любви, они могут эту вспышку потом уже самостоятельно как бы приходить, стараться в ту же точку, но уже посредством труда, посредством соединения друг с другом, посредством работы над отношениями. Чувай возвращение к Торе происходит так же, ну и у меня оно происходило так же, то есть у меня не обязательно, не у всех, но в целом схема такая, то есть первые разы часто там когда ты об этом слышишь, то есть у меня был такой тоже период влюбленности, плюс там какие-то книги понравились, у тебя прям такой вау, я познал истину, а потом начинаются такие какие-то, видимо, нет, вот, и потом начинается процесс обратного вот этого такого становления мудрецом, скажем так, ну или не мудрецом, но не важно, но как бы пропитывание вот этими идеями, то есть первый раз ты получаешь их как бы в подарок и полностью вот как будто бы вот ты в состоянии максимальном, в котором ты можешь быть, и в духовном, а потом ты должен это, у тебя это все забирают, и ты должен это вот это духовное какое-то высокое состояние выработать сам, ну, большего, это человек, который вернулся к Торе, это как бы, что ты жил какой-то другой жизнью, это перепрошивка новым софтом, или мне это нравится, я знаю, слетают новые программы, можно установить новые программы Бога, но это я писал, вот это лет пять назад или четыре, то есть у меня давно я заразился этим. Дальше, ну, и, наконец, в принципе, в жизни все так работает, новые друзья, о, какие классные ребята, вот мы познакомились, а потом ты, знаешь, ближе, ближе, значит, общаться, или вот где-то ты там пожил, а они, оказывается, не такие классные, попросили тебя уехать, вот, ну и так далее, то есть вот это как бы первое какое-то вау-ка классно, и потом жизнь окунает тебя, ну, мол, давай, пэл, давай теперь сам. Новая работа, новый проект, стартап, переезд, короче, все в жизни работает по этой схеме, что мы на маленькое время получаем вот эту наркотическую, наркотический буст, и потом мы вынуждены пахать на то, чтобы, ну, заработать это самостоятельно, чтобы это стало моим собственным, а не подаренным. Для этого нужен труд. Та же схема жизни работает в, и в мире, и в истории еврейского народа. Например, сейчас, подождите, да, то есть теперь идем по Торе, если, да, то есть само творение А, тут звук, оно мешает. Само творение мира глубочайшие источники говорят, что есть, было два света в момент творения мира. Был первый свет очень мощный и яркий, и сильный, и быстрый, это такая, как вспышка и взрыв, а потом был второй свет, а потом был второй свет, сначала еле видный, медленно усиливающийся, но постоянный. Это тоже такое более духовное глубокое каббалистическое отражение тех же процессов, то есть весь мир построен по той же схеме. Сферот, это еще больше каббалистическая внутренняя система, но они построены, то есть здесь есть правая сторона, левая сторона, мы не будем ходить, вам Йопа уже что-то рассказывал, я знаю. Вот эти три верхних, кетер, это как бы корона, это вообще, ну, трансценденсы, а вот эти вот три верхних, это как бы мудрость, понимание, знание, вот эти три, вот это вот эта вспышка, вспышка, то есть сделаю-ка я там что-нибудь, пойду-ка ли я на работу вот туда, поеду я вот сюда, схожу я вот на эту вот тусовку, как будет классно, познакомлюсь вот с этим человеком, то есть или любая идея, там построю такой-то дом, значит, создам я такой-то, вот не знаю, у людей когда-то не было стульев, у кого-то в голове появляется, или вот велосипед, да, создам велосипед, и у него появляется вот эта вот идея, это первый взрыв идеи, бина, это аналитическое мышление, это как раз труд, когда вот у тебя появилась идея, но потом тебе надо ее, или вот с лампочками лучше, да, кто там лампочки, электричество придумал у нас, Эриксон хочу сказать, не Эриксон, как его звали, ну вы поняли, лампочка, Эдисон, Эдисон, вот, невеждая, конечно, значит, вот он придумал, то есть появляется идея, электричество может светить, вот, это идея, но потом у него были какие-то там тысячи попыток эти, чтобы она заработала, и это вот аналитическое, вот это бина понимания, это аналитический процесс, когда ты вот эту вспышку, ты ее разворачиваешь в реальность, а дат, это когда у тебя, вот это то, что было в первой вспышке, оно стало, ну не просто абстрактной идеей, оно воплотилось в реальность, то есть так же, как ребенок, была вот эта первая вспышка и зачатие, и приятный у родителей процесс, который потом, через долгое время, через этот труд, через это вот взращивание этого плода происходит, происходит это в реальное существо, в материальном мире, так же это происходит и с идеями, с лампочками, с бизнесами, с любыми вашими начинаниями, так все построено по этой схеме. И дальше здесь это все перетекает в определенных пропорциях. Дальше по этим сферотам, мол, это собственно сфера, которая считается самой близкой к нам, к материальному миру, то есть все вот это вот, как бы божественные идеи из какого-то мира единства перетекают в тот мир множественности, из единства ко множественности, множественность, которую мы с вами видим. Времена года тоже работают примерно по какой-то схеме, но как минимум там есть плюс-минус такой, да, есть там лето, лето, зима, но у царя Шломой интересно, он говорит наоборот, что зима юности моей, то есть он говорит, что как бы подростковый период, это понятно что-то такое, или там, не знаю, как бы нам их распределить. Вот допустим, да, это что у нас весна, да, весна это детство, вот это лето, это какое-то бурное, значит, подростковое веселье, потом начинается зима, да, почему, потому что надо стать, надо, значит, надо кем-то работать, надо, значит, учиться, надо потом, значит, семью обеспечивать, надо, 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 в общем, ты становишься взрослым, мне очень весело. Вот, и потом начинается опять какой-то подъем, рассвет и так далее. Вот, но и царь Шалмо говорит, что мы думаем часто, что юность это лето, а старость это зима. Он говорит наоборот, потому что, ну, то, что мы уже сказали, что если ты живешь такой полной, продуманной, осознанной жизнью, реализовывая себя, то тогда скорее юность, это когда ты зеленый и потом всегда думаешь, блин, вообще, сколько я времени потратил еще за, и сколько я всего не знал, и потом ты как бы расцветаешь, и наоборот становишься более, все более близким к себе, к тому, кем ты можешь быть, если жизнь построена, правильно? История вообще всего человечества по той же схеме. Сначала Адам, он в Ганедене, и это как ребенок, которого папа ведет, у него там практически нет никаких заповедей, от него очень мало требуется, он на уровне там духовности какой-то невероятный, и все это ему подарено, просто он вот так вот появился. Просто на прямом контакте с Богом и с полностью божественным ощущением, с полным видением Бога, на каком-то самом высочайшем уровне, это вот эта первая вспышка, и потом он падает из этого Ганедена, из-за того, что он делает грех, и дальше вся история человечества, это попытка вернуться в Ганедене, что мы все человечество исправляем что-то, что есть в нас, и что сделал Адам, чтобы вернуться в то же состояние, в котором, в принципе, человек был, в котором был Адам когда-то. Про отцы то же самое, это Авраам, Ицхак и Яков, Авраам – это хесед, это такое позитивное, мощное качество, Ицхак – это гвура, это, то есть он такой был дисциплин, значит, направленность внутрь, если Авраам – это такая экстраверсия, то Ицхак – это больше было направленность себя, проработка своих качеств, такой человек очень дисциплинированный, такой сержант, очень, очень шаг влево, шаг вправо, там, значит, подъем там в 6.01 и так далее. Это был Ицхак, а Яков – это тот, кто гармонично соединил эти две вещи. Это Тиферет называется. Исход евреев из Египта глобально все было точно так же, что евреи сначала, сначала, они выходят из Египта, происходят 10 казней, чудеса на море и так далее, то есть это все вспышка такой удивительной, удивительной божественности. потом они входят в пустыню на 49 дней, то есть это вот этот период труда такого, и когда они идут по мертвой земле, и потом они получают, и потом они получают ТОР. Следующая часть, часть 4. Схема жизни, собственно, в нашей личной жизни. Теперь уже, может быть, чуть-чуть ближе. Спортзал. Я вижу ваши телефоны. Схема жизни в жизни еврея. Например, месяцы, которые идут от Песоха до Дарвания Торы, про то, что мы только что говорили. Это Овин. Сейчас какая же связь нам с Овном? Что это вспышка? Я не помню непосредственно с животным, но непосредственно вот когда был Зодиак Овна, был выход из Египта. Потом пустыня, это быка. Бык это тот, кто тащит, тащит вот эту ношу. И потом близнецы, это, в принципе, ну такая отсылка на Моше и Аруна, в том числе, которые участвовали в Дарвании Торы, плюс это гармоничное, может быть, соединение двух каких-то, двух частей, когда первое и второе сливаются воедино, то есть когда вот это какая-то вспышка первая сливается вместе с трудом, и ты получаешь результат. Ну и, наконец, все праздники, то есть есть две вспышки, про одну из них мы будем говорить позже, а вторая – это Песов, про которую мы уже поговорили. Вот, теперь в Торе все выстроено в полной гармонии с миром, точнее, рассказать, наверное, в мире, если Тора – это проектор, который излучает, то есть если Бог создает мир, а Тора – это проектор, который он ставит, который излучает духовно проекцию всего этого мира на экран, мир – это и есть экран, в принципе, все в мире построено так же, как в Торе, то есть Тора – это внутренние гены мира, и это дает соблюдающему ее какие-то знания и навыки, или в данном случае праздники, которые идут в какой-то вот в глубоком такте со временем. И праздники, и шабаты – это жизнь синхронизации с космическим тактом времени и с этой схемой жизни. Цитата. «Каждый момент заряжен особой энергией, помогающей нам достигнуть того, что нам требуется достигнуть в данный момент. Время – это не пассивная матрица с оттисками наших действий, это исходная энергия действий». Переводим на русский, что время – это не просто что-то пассивно текущее, время – это что-то живое, и в каждом времени есть свой месседж, в каждом времени года или в каждом этапе жизни. То есть, время – это не мертвая земля, по которой мы просто топаем, это не что-то пассивное, это волны, это мощные волны, в которых есть разная энергия, и по которым соответственно нужно научиться грамотно серфить и ловить волну, потому что если ты определенную волну не ловишь, то ты остаешься на месте. И наши праздники – это как бы собственно есть вот эти вот навыки, как поймать данную конкретную волну, и в чем заключается ее месседж, в чем заключается ее смысл. Я могу просто выключить звук, оставить видео, интересно. Сейчас, обратно. Привет, вы на… Вот, здесь идут молнии, у Рамбома есть такая зарисовка, мы как бы сейчас сделаем такую картинку на всю эту схему жизни, которую мы обсудили, зарисовка такая, что человек в своем, он приводит этот пример на интеллектуальном постижении, когда ты хочешь что-то понять и идешь к этому, к этому пониманию, чтобы мысль, идея наконец-то упала тебе в голову и ты что-то понял, что бы то ни было. Так он говорит, что это подобно и весь наш вообще путь по жизни или интеллектуального какого-то постижения, он подобен, когда ты идешь темной ночью в дождь и темно. И иногда бьет молния и освещает тебе всю дорогу до дома. И вот в это мгновение ты видишь всю тропинку, которая ведет к дому, потом волния погасают и ты опять остаешься в темноте, смешно, ты остаешься один в темноте и опять должен уже по памяти идти, по памяти, то есть по той картинке, которая у тебя осталась из момента, которую ты запомнил, момент вспышки, используя вот эту память, ты должен идти по этой темной тропинке. И это зарисовка на нашу жизнь, потому что мы иногда получаем вот эти редкие вспышки вдохновения такого инсайта или какой-то внутренний вау-эффект, кем я могу быть, что я могу сделать, кем я могу стать, и потом мы идем в темноте по памяти, по такому легкому отпечатку того впечатления, которое тогда произошло. Есть только одно очень важное исключение из схемы жизни, по моей версии, называется Пуан. Вот, потому что почему исключение из этой схемы, от него, в принципе, ты не устаешь. Но, как известно, правила только доказывают, исключение только доказывают правила. Так что, Пуан, это правило. Да, что? Что ты хотел сказать? Нет? Ну, а теперь, наконец, Роша Шана. Попытаемся найти энергетические источники, которые проявляются в этот период. Это поможет нам не упустить представившуюся возможность использовать этот период в полном объеме. В полном объеме. Практическая часть у вас будет больше на втором занятии. Что именно Роша Шана делает? Какие у этого символы? Основное это отрубление в шафар. Если говорить немножечко про символику шафара, это похоже вот на эту вспышку, про которую мы говорим, про начало графика. Надо разложить, значит, что такое речь человека и как мы, в принципе, коммуницируем. Есть такая частая у нас в традиции, не знаю, тема, скажем, есть такая тема, что есть у нас, ну, там, пять, по-моему, разных штук во рту, то есть там есть зубы, есть язык, нёба, что-то еще, что прерывает звук, и звук идет не прямой, а речь, и почему мы понимаем, что мы говорим друг другу, то что эта речь каким-то образом нарезается, каким-то образом структурируется. Потому что мы говорим с помощью того, что мы каким-то образом, ну, голос, мы его как-то вот, его как-то извращаем, в общем, по-разному, своим, своими, всеми этими внутренне, внутренне ротовыми органами. Но есть, и это подобно тому, как мы мыслим, опять же. То, что я про сферот говорил, что есть вот эта первая вспышка, а есть потом, когда ты анализируешь, делаешь план, прорабатываешь идею, думаешь, как ее реализовать, как ее сделать реальностью. Так вот, но есть чистый голос, или даже лучше сказать не голос, а просто выдох. Это что-то супер базовое. Это базовое, это в принципе то, что нам дает жизнь. Шафар это... Получается чистый внутренний звук. Он идет даже без голоса, просто выдувание. Это просто дыхание жизни, это как бы отголосок вот этой первичной, самой вспышки, самой первичной идеи. Шафар, когда мы его слушаем, это... У нас недавно с вами мы говорили про медитацию, да? Шафар это такая очень глубокая медитация, и все евреи, это обязательно молчается от начала до конца, когда вы его слышите. Это обязанность по Торе послушать Шафар в Роша-Шана. И когда ты его слушаешь, нужно проникаться, стараться проникаться вот этой какой-то исконной энергии мира, исконной, изначальной энергии своей. Это то, например, про что можно думать в притрублении, и в принципе это связано с идеей джувы, что это ресет и возвращение к такому, к своему чистому внутреннему ядру. Вот, где у нас Роша-Шана, но это я уже проспойлерил, вопрос бесполезен. Роша-Шана — это вот эта первая вспышка, да, и где идет наверх, а Йом-Кипур у нас находится вот здесь. То есть это такой самый святой день, где мы подобны ангелам, где мы не удовлетворяем один день в году плоской потребности, вплоть до того, что мы не едим, то есть мы живем такой чисто... На один день мы становимся монахами, скажем так. Иногда нужно это потренировать тоже. И Роша-Шана — это первая вспышка жизни, из которой мира и года, самое главное, что нас сейчас интересует, года, из которой все начинается. Силы начала уникальны, и все идет за началом. В начале заложено абсолютно все, что будет дальше. Роша-Шана — это время максимального духовного подъема и тот, кто желает возвысить или усилить свою способность к новому творению, к обновлению, к внутреннему. Обновление должен максимально использовать духовный прилив, который есть в этот день и стараться в соответствии с тем, что мы делаем в Роша-Шана быть с ним на одной волне. У нас есть Роша-Шана, в первом моменте все, пункт шестой. У нас осталось 12 минут, поэтому я, наверное, не буду показывать вот это видео, но идеи там такие. Кто-то из вас уже его видел, кто не видел коротко, идеи там такие, там просто красиво идет такое видео на 2,5 минуты, но в целом там показывают, что мозг, да, мозг, там такая, два буквально кубических сантиметра, которые вот так идут, они контролируют всю моторику тела, то есть все, что я, все, чем я сейчас двигаю, я могу подвигать мизинцем на ноге, могу рукой, могу глазами похлопать. Это все контролируется очень маленьким участком мозга. То есть все, что, почему это называется не Новый год, а Роша Шана, голова года. Почему это так называется? Потому что мозг это источник всего, источник жизни человека. Он контролирует все, что происходит в теле, и все части тела, они, все части тела, они представлены, здесь неправильно написано, в мозге, в мозгу, в мозге, в мозгу, в голове. И поэтому, перекладывая это на Роша Шана, который является головой года, вся энергия года, она идет из Роша Шана. Весь год, который у тебя будет, он зависит от того, что ты будешь делать, как ты будешь думать, и какое намерение ты вложишь в Роша Шана и при трублении в шафар, в том числе, в первую очередь. И каждый момент года, так же, как каждая часть тела, она управляется мозгом, так же каждый момент года он упакован в Роша Шана. То есть, не может, если у меня как бы что-то не подсоединено к мозгу, то я не смогу этим, ну, двигать этой частью. Точно так же, только то, что заложено в Роша Шана хотя бы как идея, его можно реализовать в этом году. Поэтому, называется не Новый год, а Голова года, потому что это источник, такое ядро, пор центр, управляющий центр всего, и Роша Шана это управляющий центр года. Поэтому это настолько важный праздник, потому что как год начнешь, так его и проведешь. Подобно это с зачатию и геном. И чем ближе ты к процессу, к началу процесса, тем больше потенциала, тем больше скрытых сил. И в итоге, ну там, вот эти две маленькие клетки от мужчины и женщины, они превращаются в хомо сапиенс, в человека. И что в букве Бет, также это похоже, что мудрецы говорят, что в ней заложена вся Тора. То есть Бет это самая первая буква в Торе, она как эта первая вспышка, и в ней заложен весь потенциал, это говорит Веленский Гаон. Теперь еще такая аналогия, что почему начало так важно, потому что одно легкое, то есть, например, ударить в лицо взрослого человека, ну будет синяк, будет неприятно, будет орать, но он как-то, ну, скорее всего выживет, вот, если просто его ударить по лицу, ничего с ними случится. Если нанести малейшее микроскопическое какое-то вот неправильное действие на моменте начала, когда еще зарождается, когда еще базовая какая-то генетика создается, то тогда будет то, что мы с вами обсуждали про эволюцию и мутации. Вот, ну вот, by the way, как я говорил, как выглядят мутанты, они выглядят, то есть, если по эволюции человек это выживший мутант, то, в общем, это случайно выживший мутант, то это маловероятно. Ну вот, я не хочу такой год, и поскольку в начале года заложено все, и это гены года, то есть, ты закладываешь в этот момент гены и оставшиеся 300, сколько у нас, 55 дней по еврейскому календарю, это будет разворачиваться в твой год. 26 сентября у нас будет заложено все, где ты будешь, что ты сделаешь, что ты посеешь в этот момент. Это тот момент, который нельзя пропустить, точно так же, как если бы пропустили твой момент зачатия, тебя бы не было. Вот, так же, поэтому никому не советую запропускать момент роша шана, потому что это момент зачатия года. или так же похожий пример, как если растение, да, большой дуб, и ты по нему ударишь, не знаю, топором один раз, огромный такой дуб, с кем, в принципе, ну, маленькая зарубка на нем появится. Если так ударить по ростку, game over. И здесь то же самое, вот это начало года, самый важный энергетический момент. Это роша шана, это первый взрыв, первый взрыв потенциалов, в который мы можем обновиться, можем посмотреть на себя по-новому, можем посмотреть на свою жизнь по-новому, можем запрограммировать себя на этот год по-новому и сделать такое новое начало, новое обновление во всей, во всей своей жизни. Ведь что посеешь, то и пожрешь. Что ты будешь есть весь год, ничего, кроме посеянного тобой, то, что ты посеял в роша шана в этом году не будет. И очень важно поэтому понимать значимость этого дня. Иногда я говорю себе, хватит жрать, Дима, и продолжаю жрать, потому что я не Дима. Личность кристаллизуется в этот момент, и изменить ее потом, ну, не то, что невозможно, но маловероятно, как по аллегории с моментом начала. И так же в роша шана, поэтому многие стараются как можно меньше спать, потому что проспать в момент зачатия возможно никто потом не родится. То есть стараются быть в максимально бодрствующем состоянии. Какой контент ты вгрузишь в свое зернышко в этот день зависит только от тебя. И еще это день творения мира и первого человека, это также в каком-то плане это день творения нас заново, это день принятия всех решений и начала всех начал. Это видео со мной, очень хорошее, всем рекомендую, но смотрите, сейчас мы его не будем, потому что осталось 6 минут. Я обычно теперь немножко практики такой от меня, сейчас секунду гляну, что у нас осталось. Так, окей, это самое главное, я думаю, ну лично я так думаю, для меня лично в Роша Шана это одно из самых главных, помимо заповедей, которые есть в этот день. Я обычно Роша Шана провяжу с листочком, это день, в который открыты врата молитвы, в который можно просить о чем угодно, в первую очередь о том, кем ты хочешь быть. И поэтому у меня вот этот период между немножко до Роша Шана и между Роша Шана и Йом Кипуром это период такого усиленного самоанализа. То есть мы не очень часто анализируем себя, как я себя там, куда я иду, кем я хочу быть, кем я еще могу стать, какие, что мне в себе исправить, наверное, это одно из самых важных для евреев, что мне в себе улучшить. и я период перед Роша Шана и после Роша Шана до Йом Кипура я обычно очень много думаю об этом и у меня есть как бы листочки и заметки. Я смотрю, что я прошлые годы писал. Это очень интересно трекать такую эволюцию личности или наоборот деградацию. Ну, вот, значит, про что лучше всего прописывать на этом листочке. То есть я обычно в молитве там что можно делать, самое, ну, евреи молятся по седуру, понятно, но есть места и в принципе это супер важно и по многим мнениям это и есть основа молитвы, это молиться от себя, не с листа, а именно вот искренняя молитва просто Богу изнутри от себя и в некоторых местах особенно можно вставлять вот эти вот куски от себя и вот в этих местах, но в принципе если вы вдруг не знаете этих мест или их не узнаете, то это можно сделать просто вне этой молитвы, просто в сам Роша Шана в принципе в любой день, но в Роша Шана это намного круче. Так вот, о каких темах можно подумать, что я вписываю в тот листочек, то есть я вписываю что-то о погоде, который закончился, собираю что-то из него и делаю пуш, делаю такой, направляю намерение к Авану, что я хочу в будущем от себя, от своей судьбы, о чем я прошу Бога, чтобы у меня произошло. И by the way, by the way, наверное, подавляющее большинство, ну я как бы не просил там прям звезд с неба, но я думаю, что подавляющее большинство вещей таких, они да, произошли в плане работы, когда я об этом сильно просил и в плане отношений, и в плане, когда я просил там, что я хочу какого-то определенного такого друга, наставника, я такого человека в том году нашел. То есть, такие очень интересные вещи у меня происходили. Значит, первое, о чем можно подумать, как бы про прошлое, это благодарность за прошлое, потому что невозможно наслаждаться жизнью, если ты ее не замечаешь и не знаешь, за что ты благодарен Богу. невозможно вырасти, если ты не знаешь, где ты, если ты не продумал, как бы вообще, что с тобой произошло, если ты не в курсе своей собственной жизни. Про что можно подумать, что меня обрадовало в этом году, что прекрасного со мной произошло, куда я ездил, с кем познакомился, три самых, вспомните сейчас один самый впечатляющий момент года, но лучше позитивный, не как мы бегали с подгоревшей задницей по Украине. Какое-нибудь такое, самое вот, что такое самое важное было. Я, может быть, этот слайд кину в группу, чтобы кто захочет потом мог об этом помедитировать. Как я себя улучшил, в чем я стал сильнее в этом году, то есть, то, что я от себя хотел, то, что я себе программировал, в начале этого года на сколько баллов, на сколько по этой шкале собственно я продвинулся и стал ли я лучше в этом направлении. В чем усилиться, в чем уже можно отпустить гайки. В чем я укрепил свои отношения с другими, в чем я укрепил отношения с Богом и какую пользу принес миру. И теперь установки на будущее, то есть, это могут быть и абсолютно личные просьбы Богу, такие запросы на сервер. Установки в будущее, невозможно изменить будущее, не взяв на себя желательно жесткие обязательства и сильные решения. Потому что мы твари ленивые, мы по умолчанию, как мы, кстати, узнаем, когда будем дальше говорить про эволюцию, огромное количество наших источников говорят, что наша животная часть, мы созданы в один день с животными, и что наша животная часть, она прям, ну, животное живое, мы такие прям. Животные конкретные, но в нас есть просто надстройка, очень мощная и очень важная, но человек, как Рамбом говорит, который, например, интеллект свой не развил, а духовность свой не развил, это просто животное в оболочке человека. Вот. Невозможно изменить будущее, не взяв на себя обязательства. Теперь, поскольку мы животные и ленивые, хотим спать и есть, если нету вот этого, ну, это вы все знаете, там, значит, взять обязательства, дедлайны, ла-ла-ла, то тогда мы ничего не, никуда не дойдем. Какие установки на будущее я могу подумать? Кем я могу стать? Какой мой потенциал? Зачем я в мире? Чего Бог ждет от меня? Если кому-то дискомфортно прям сильно с вопросом, чего Бог ждет от меня, можете задать как-то по-другому. Чего я жду от себя? Кем я просто могу быть? Whatever you prefer. Какие, но я думаю, что вопрос с Богом, он такой более масштабный и более более серьезно спрашивающий. Это намного больше ставит ребром вопрос о твоем потенциале. Какие действия я должен сделать, чтобы это реализовать, свой потенциал? Что еще, может быть, я в себе не увидел? Какие качества я должен приобрести? Какие навыки? Что я сделаю для духовности? Ну, и дальше можно по разным сферам любые, которые вас интересуют, продумать. что я в этом году собираюсь, в каком направлении я собираюсь думать в плане своего физического, как я выгляжу, в плане своего здоровья, в плане своей духовности, в плане денег, в плане работы, в плане отношений, в плане отношений с другими людьми. Что я должен сделать, чтобы этот год был сногсшибательным и божественным, или хотя бы не таким, как предыдущий? Как я улучшу свои отношения с другими, как я улучшу свои отношения с Богом, какую пользу я принесу миру? Это те вопросы, на которые можно подумать, если какие-то вам из них не нравятся, не думайте о них, думайте о тех, которые нравятся, если не нравятся никакие, придумайте свои. Тоже как бы проявите креатив. Но это самое крутое время для глубокого такого, чтобы просто сесть и сделать такой рефрейм, заново пересмотреть свою жизнь, кто я, куда я иду, что я хочу, зачем я нужен и так далее. И да, это пункт был обновление Чува сейчас, Чува на будущее. То есть, это некоторые пункты о том, как ресетнуть себя, вернуться к себе. Чем с более, это, по-моему, Стивен Кови, чем с более далекого конца вы можете начать, тем лучше ваше начало. То есть, чем масштабнее, масштабнее, чем шире ты думаешь, чем, ну да, чем шире ты думаешь, тем лучше ты простраиваешь всю цепочку, тем лучше будут твои, будут твои результаты. Ну и, наконец, что у нас в конце? Жизнь. Итак, вся схема жизни, она такая, сначала нам дают вдохновение, нам дарят что-то, подарок, и мы это не заслужили, нам показывают трейлеры, превью того, кем мы можем стать. И первая вспышка в этом процессе это Роша Шана. Вся эта схема, это вдохновение, а потом труд по достижению того, что у нас когда-то было. Правильное поведение в Роша Шана дает нам максимальный такой энергетический заряд и прилив сил. Полученный в этот день, полученный в этот день энергии должно хватить на весь год, чтобы прожить его по высшим стандартам, своим, божественным, или тем и другим. И непривычно, не по инерции. То есть, это момент рестарта. Момент рестарта, он как бы для компьютера может быть такой стрессовый, это взбучка, но нужно дать себе внутреннюю взбучку. Шафар это в том числе то, что дает нам такую очень позитивную, мощную внутреннюю взбучку. Просто проснись. Один из главных месседжей из Шафара это проснись. Проснись. Wake up, person. Из искры возгорится пламя и пламя должно зажечь новый огонь. И так всегда. Таков еврейский образ жизни. Известная каббалистическая формула говорит, что если ты живешь сегодня просто потому, что ты жил вчера, это значит, что ты мертв. И Роша Шана это главный день, который должен нам создать вот эту взбучку. Еще раз, если ты живешь сегодня просто потому, что ты жил вчера, это значит, что ты не жив. Роша Шана это главный день такой взбучки, когда ты должен блин проснуться. и посмотреть на себя абсолютно из 3D, с третьей позиции, под новым углом, абсолютно креативно, абсолютно вот просто кем я еще могу быть, какое еще будущее я могу создать, вылезти полностью, как... Боже, прости, сегодня видел, как богомол, значит, вылезает из своей этой самой... Не спрашивайте, почему я это смотрел, но как он вылезает из своей прошлой, это и, значит, становится новым богомолом. Вот бабочка, вот лучше, путь бабочки. У Исхаку Пентасевича так тренинг даже раньше назывался, который и сейчас есть, но раньше он так назывался, путь бабочки, это вот это перерождение. Роша Шана – это самый мощный, самый заряженный день, в который вот такое перерождение себе можно организовать, точнее, период от Роша Шана до Йом-Кипура. То есть жизнь – это обновление, а Роша Шана – это создание новой жизни. Я вам всем желаю лехаим, живи, чтобы этот год у нас прошел просто невероятный сногсшибательный, чтобы мы все стали тем, кем мы можем быть по-настоящему, чтобы Эйтан стал The Ha-Эйтан, Лена стала The Lena и так далее. Просто ты у меня следующий на экране, всех перечислять не буду, но идею вы поняли. Я вам желаю раскрыть максимально свой потенциал, и желаю, чтобы этот Роша Шана был у вас на самом таком глубоком уровне соединения с самим собой, чтобы этот праздник вам помог, чтобы он максимально поднял вас в плане вашего эмоционального состояния, как вы себя чувствуете, как вы видите свое будущее, и увидели ясно, кем вы хотите стать, кем вы можете стать. Лехаим. Спасибо. Быстро вопрос. Да. Все, что ты сказал, нужно для себя записать, продумать. Обязательно ли это проговаривать, чтобы нас услышал Бог? О, это классно. Это отдельный вопрос. Есть несколько ответов. Больше всего ответ, который мне нравится, что когда ты что-то делаешь, это совсем по-другому работает на тебя. То есть это работает как замкнутый цикл. Если ты просто думаешь, когда ты задействуешь что-то, например, ты думаешь взбодрись, я хочу взбодриться, и вот сидишь. Ты можешь сказать, я хочу взбодриться, и начинаешь кричать, махать руками, или идешь в качалку. Очень разный эффект. То есть то, что Бог слышит просто и немых, это не вопрос. Вопрос в том, что это как методика работает намного лучше на самого человека. Плюс, если мы привыкли, что если мы говорим с кем-то, то есть мы кому-то обращаемся к существующему, то мы произносим слова, мы не внутри с ним разговариваем, не телепатически. И поэтому это также дает тебе более реальное ощущение реальности того, с кем ты говоришь. Поскольку мы Бога не экспириенсим эмпирически непосредственно, тебе дает это более реальное ощущение того, к кому ты обращаешься. Есть? Да, то есть, в принципе, Бог нас и так услышит. Ну, то есть чисто технически. Да, да. То есть есть Аллаха именно, ну, в законах молитвы есть, что те вот молитвы, которые мы читаем, там, Шахарит Минхамари, их нужно, ну, там, хотя бы шепотом, чтобы ты хоть чуть-чуть их слышал, произносить. В принципе, та молитва, которая у тебя не входит, а женщины не обязаны вот эти молитвы молиться, которые не входят в этот режим. Их, в принципе, можно, то есть, как бы, считается, что лучше сказать, но если тебе там так дискомфортно, почему-то комфортнее там внутренне, либо тебя сейчас кто-нибудь услышит, можно про себя. Да, у Бога нет проблем с телепатией. В отличие от нас. Thank you very much. Всем желаю офигенного года, чтобы все ваши мечты сбылись, все ваши желания реализовались, и чтобы провели этот и Рошашина, этот год просто по высшим стандартам, а следующий год был еще лучше, чем предыдущий. Еще лучше, еще лучше, еще лучше. На этом мы закругляемся, и сейчас будет Каут, скоро Кахут, Каут от Равлезер. Спасибо за внимание. Еще вопросы? Вопросы, возражения, раздражения? Нету. Все, тогда, да, ну все, тогда мы все остаемся на этом, на этой, остаемся здесь, и... Продолжение следует...